Пастор Алексей, вопрос, с которым сталкивается каждый родитель, когда дети начинают подрастать. Когда лучше говорить с ребенком о половом созревании? Очень важная тема, которая в действительности касается всех родителей. И, к сожалению, многие родители недостаточно снаряжены для того, чтобы правильно и своевременно оказать детям помощь. Это особенно важно в наше время, потому что у детей есть доступ к самого разного рода информации, в том числе и сексуального характера. И если раньше об этом где-то говорили подростки в школе или на улице, то сегодня об этих вещах начинают говорить с очень-очень раннего детства. Поэтому заметить это, предупредить и правильно прореагировать – это очень важная ответственность родителей. Я бы распределил подход к этому вопросу на несколько очень важных категорий. Но самое первое, что нужно помнить, это то, что родителям Бог отвел роль духовных проводников для детей. Когда мы читаем книгу-притчи, когда мы читаем псалтирь, когда мы читаем второзаконие. Помните, там сказано о том, что ты навяжи слово на косяках дверей, себе на лбу, поставь его везде, идя, вставая, ложась. То есть задача родителей заключается в том, чтобы пропитать свою собственную жизнь и жизнь своих детей Божьими принципами, то есть истиной. И вот когда этот контекст устанавливается, то тогда, когда мы подходим к разного рода сложным вопросам, у нас будет уже сложившийся метод, как мы решаем эти сложные вопросы. То есть мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к Его дизайну, обращаемся к Его целям, цели, которые поставил Бог. Если этого нет, если вот этот навык или этот контекст не установлен, то тогда подойти к этому вопросу чрезвычайно сложно. Вот почему для того, чтобы вы успешно могли поговорить с детьми однажды о их половом созревании или вообще о вопросах сексуальности, для этого нужно начать намного раньше, тогда, когда их еще эти вопросы не волнуют, говорить с детьми о том, что существует Бог, и у Бога есть законы, как Он создал Вселенную, как Он создал нас, как Он создал, для чего Он создал окружающее нас творение. И когда мы говорим о солнышке, когда мы говорим о дожде, когда мы говорим о дне и ночи, о лете и зиме, когда мы говорим о том, что земля дает плод, мы говорим о животных, о растениях, мы во всем этом подчеркиваем, мы говорим, у Господа есть цель, у Него есть предназначение, абсолютно всего. И вот если этот контекст установлен достаточно хорошо, то тогда, когда приходит время говорить о сексуальности, нам будет сравнительно легко сказать, что у Господа есть цель и для этого. И тогда можно объяснить, какая же это цель, для чего Господь создал сексуальность, создал мужчину и женщину. Теперь вопрос заключается в том, когда это сделать. Вот если первое есть, то есть есть контекст, в котором мы говорим о том, что Господь все контролирует, и Он определяет цель для всего, то к нему тогда нужно добавить еще второе. Второе – это дух настоящей заботы о развитии, духовном, психологическом, интеллектуальном развитии ребенка, чувствительность к тому, что происходит в сердце ребенка. И вот это все обрамленное в такую настоящую атмосферу доверия, которая есть между вами и вашими детьми. Вот без этих компонентов невозможно правильно определить. Дело в том, что мы не можем сказать, это нужно в 8 лет или в 12 лет, или в какой-то другой точке, так скажем, возраста, возрастной точки. У каждого ребенка есть свой контекст, есть свое развитие. И поэтому ничем не заменишь вот этот настоящий сердечный мониторинг, который должен быть у родителей. То есть родители должны строить доверительные отношения, но эти отношения не должны быть отношением вседозволенности. Это доверие, в котором родители ведущие, а дети ведомые. Это доверие, в котором любовь и забота родителей о детях абсолютно очевидны, и они не подвержены сомнению. В котором ребенок может видеть, что его родители чуткие к его нуждам, к его состоянию, к запросам, к процессам, тенденциям, которые возникают. И вот только тогда можно определить возраст, когда же об этом нужно начать говорить. Нужно сказать, что об этом, скорее всего, нужно говорить раньше, чем вы думаете. Почему? Потому что чаще всего родители склонны считать, что дети еще об этом не задумываются, для них это еще рано. Но незаметно для себя они пропускают то, что кто-то уже начал с ними говорить. Возможно, это в школе, возможно, друзья. Иногда это даже друзья в церкви. Вы ребенка своего, возможно, оберегаете от какой-то дурной компании. Но вы позволяете ему общаться с мальчиком или девочкой из вашей церкви. А вот те родители не сумели огородить его от другой компании. И в результате получается так, что эти идеи перетекают в ум вашего ребенка раньше, чем вы об этом позаботились. То есть это должен быть активный сознательный мониторинг, чтобы вы могли увидеть и определить, когда же нужно ребенку об этом сказать. Есть еще пару вещей, которые сверхважны. Об этом нужно говорить с точки зрения Божьей цели, во-первых. Во-вторых, об этом нужно говорить очень благородно. Ни в коем случае нельзя какими-то терминами, которые были бы уличные, которые были бы, может быть, пошлые даже. Нужно показать благородность и святость этого дела. Кроме того, нужно естественно об этом говорить. Это не так, что вы с ребенком ни о чем не говорите, а потом посадили и скажете ему, давай-ка я расскажу тебе о сексуальности. Скорее всего, у вас не получится. Нужно выстроить этот естественный контекст. Ну и самое последнее. Искренно и много молитесь об этом. Молитесь, чтобы Господь использовал вас как инструмент для формирования ваших детей, в том числе и в этом вопросе. Помоги Господь вам в этом. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете зайти на наш сайт или написать нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok